Включил его, наложил бы от них влечать, дабы не влечал уже народу, доколе окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденных на малое время. И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить. И души обезглавлены из-за свидетельства Иисуса, из-за Слова Божия, которые не поклонились верю и образу его, и не приняли начертали на пчело свое. И не приняли начертания на чело свое и на руку свою. А они жили и царствовали со Христом тысячу лет. Те, которые не приняли начертания, они всего три с половиной года уже. А здесь говорится, от тысячах лет. Или имеется в виду, что тысячу лет, которые не приняли вообще дьявола, сюда же входят и те, которые не приняли начертания. Их убили, а они потом царствовали. Да. Те, которые убили, они не царствовали. Царствуются Христом живые. У Бога все живы. Как они могут царствовать за Христом, когда царствует дьявол на земле? На земле дьявол сейчас не царствует. Сейчас на земле царство Христа. Дьявол с Богом был на Голгофе Христом. И он уже не может пролещать так, как пролещал раньше. Потому что у христианина есть защита креста. От этого креста дьявол бежит, бежит как от огня. Ну, они все живы, а крестом. Понятно, что не здесь. Малое число. Остальные-то с ебол. Вот здесь и сказано, что «И увидел я престолы, и сидящих на ним, которым дано было судить. И души обезглавленные за свидетельство Иисуса и за Слово Божие». Допустим, в 15 веке, которые не подклонились к зверю. Дальше стоит запятая, не образу его. Здесь уже образу зверя, уже образ зверя будет сделан в последние времена. Пока еще образу зверя нет. И не приняли начертание свое, на руку свою. То есть, этих людей тоже еще пока нету. Которые не приняли начертание. Потому что начертание еще не предлагалось. Дьявольское. Ни на чело, ни на руку. Но будет когда-то предлагаться еще. Они ожили и царствовали с Отрестом тысячу лет. Кажется, что оживут те, которые не примут Петя Чан-Тихриста. Нет. Здесь говорится, что они ожили. Это значит, что духовно родились те, которые не приняли дьявола своим господином. Не стали ему служить. Дьявол. То есть, вот Христос, написан на низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать. Дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. То есть, сейчас над дьяволом лежит печать. Христова печать. И те, кто приняли, ну, еле я подмазание, печать дара Духа Святого, тем дьявол уже не страшен. Как бы он меня не помещал, я не грешу. У меня раньше этой печати не было. У меня дьявол говорит, давай, жене изменим, давай. Давай водки попьем, давай. Сейчас на мне печать дара Духа Святого. Дьявол говорит, давай в сауну с девочкой. Нет, я мертвый для греха. Все. Меня Христос выкупил у тебя. Я теперь ему служу. Ты злой господин, а он добрый. Помнишь притча? Я рассказывал. Вот, что он такой. Я добровольно служу Христу. Кто-то может служить Христу недобровольно, из-за страха. Он просто боится Бога, что он его ват опять спихнет. И это должно тоже быть христос. То есть, там есть три степени. Первое. Ты, как раб, просто из-за страха наказания исполняешь заповеди. Это было в Ветхом Завете. Не убей. А если убью, тебе смерть. Ой, я больник. Я хочу жить. Не прелюбодейся. А если прелюбодейся, смерть. Застали блудницу за прелюбодеяние. И хотели побить ее камнями. То есть, закон был такой. Но Христос этот закон отменил. И сказал, я вместо этой блудницы умер. Я тебя, говорит, не сужу. Иди, впредь не греши. Он дал ей место покаянию. Он сковал дьявола. Дьявол уже не может над ней ее прельщать, на блуд ее толкать. Она теперь Христу служит. Она, Мария Магдалина. Семь бесов из нее выгнали. Она ходила, благовествовала. А почему ты про страх сказал? Страх. Начало мудрости. Страх Господня. Нет, вот страх Господня. Ты говоришь, что ты боятся. Я как свободный, как Христу пришел. А вот чего боятся? Ну, Игнать Тихонич, я, говорит, мать нам ничего не объясняла, не Евангелие, но она вселила в нам страх. Я точно знал, что я, если буду материться, я попаду в ад. Я точно знал, что я буду в аду. И этот страх удерживал его от женщин, от вина. Ну, вина там маленько было. Но, а вот сегодня, сегодня люди, которые современные, у них бывает не страх Божий, а другой страх. Хотя страх, как бы, вот, совершенно другой. Ну, написано, там, Судья, говорит, Бога не боялся и людей не стыдился. А есть люди Бога не боятся, но они людей стыдятся. А что скажут? А что подумают? И они в этом плане людей боятся и не грешат. Вот я об этом, да? Гадал я, да? Да. Это страх, чтобы все время выглядеть порядочным? Да. А в душе может быть и неверующим? Да, да, да. Значит, или помазание. Как получается, если бувь сошел с льдой, ты уже все, пасть не можешь. Насколько крикопадений уверующих людей? Почему? Можешь, но ты делаешь это добровольно. Написано, и многие потерпели кораблекрушение в вере. У тебя есть защита, но ты и не воспользовался. Дракон на цепи, ты знаешь, что он тебя не достанет, но ты сам к нему подошел и спец тебя укусил. Сам виноват. А раньше этот пец не был на цепи, он подходил и кусал всех. Так, например, Давида. Он святой был, дух святой был на нем. Когда согрешил, он молится, и духа святого не отними от меня. Подашки рады спасения. И тем не менее, дьявол так его искусил, что он друга предал, жену его забрал и убил друга. Это ж какие страшные грязи. Почему сейчас-то он, говоришь, не может? Ну, еще как может. Вводит на кирыковичный лев и сейчас его позвати. Ну, ты можешь убить человека? Конечно, могу. Да, бог же такой. Да, любой может. И ты точно так же можешь. Тебя доведить до этого состояния, ты ему убил. Нет. Глаза выпьет. Нет. Это сто процентов. Ну, а что, что ты до сих пор никого не убил? У меня есть страх, боже. Ну, вот этот страх и удерживается. Правильно, правильно. Вот страх, да. Это и есть та цепь, которую ты не можешь перейти. А можешь. Я тебе говорю, доведите до определенного состояния. Если ты будешь жить без молитв, ты не то что одного, ты ей 10 замочишь. Да не доведешь ты человека, братья, не надо такого состояния. У него есть желание у дьявола довести до такого состояния. У дьявола, конечно. Вот. Есть. Огромное желание. И Христос сковал дьявола желанием человека служить Христу добровольно или из-за страха. Но я добровольно не иду там на убийство, добровольно не иду на блуд, добровольно не иду на воровство. Я благодарен Христу, что он искупил меня кровью своей. Когда я блудил, убивал там и воровал, но я не убивал, хотя бы... Виновен во всем. Вот это-то есть страх Божий. А так рассужать, ну конечно убью, доведи меня до такого состояния. Ты лазейку себе оставляешь для пропуска в диван.